Ну что ж, а мы продолжаем программу «Наше утро» на телеканале ОТВ. Вот возможно ли использование талой воды по рецепту наших бабушек, ну то, что я делала в самом начале, для омоложения? Вообще помогает ли это? Мы совсем скоро узнаем. Ну вообще, горожане понимают все, что нет, к сожалению, невозможно использовать снег, который выпадает на улицы нашего города, ну просто потому что он хрязный. Ну а в горах вот это используют очень хорошо, чистый снег топят и пьют эту воду и умываются. И насколько это полезно, да? И насколько хороша данная традиция? Да, нам расскажет консультант по здоровому образу жизни Людмила Никитина. Людмила Федоровна, доброе утро. Доброе утро. Людмила Федоровна, ну вот сразу вопрос по теме дня. Вы за снежную зиму или за бесснежную зиму? Нет, конечно, за снежную зиму. Правильно, вот наш человек. А представляешь, сколько талой воды можно сделать? Да, снежной. Да, ну вот то, что касается талой воды. Ну естественно, очень много читали, очень много слышали о том, о ее полезных свойствах. Вот можно ли сделать эту талую воду-то из снега, из нашего, Челябинского? Ну и снега из нашего, конечно, невозможно сделать. Есть еще на земле, как вы сказали, места, вот именно горные районы, где пьют чистую природную талую воду, потому что это ледники тают и с нее идет вода. Значит, в наших, конечно, мегаполисах невозможно. Дело в том, что вода – это мощный информационный носитель, она все слышит и все записывает. И поэтому в зависимости от того, какая информация, какая у нее структура, зависит и свойство воды. Вот. Поэтому, когда сейчас, в принципе, можно сделать талую воду, люди замораживают ее, размораживают, в результате этого меняется ее структура, строение клеток меняется, и она информационно очищается. И поэтому вода, эту воду уже можно использовать. Хорошо. Вот, Людмила Федоровна, какую воду нужно заморозить, разморозить? Что это? Кипяченая вода, какая-то бутилированная вода? Да, из-под крана вода. Конечно, нужно взять или бутылированную воду, или, значит, из-под фильтра. Вот. Из-под крана она будет, конечно, грязнее, потому что там будет больше примесей. Поэтому, чем чище вы воду... То есть она при заморозке примеси не удаляет? Удаляет только информацию? На какой-то процент. Конечно, полностью удалить все невозможно. Я правильно понимаю, что, извините, Маринечка, просто замораживаем воду в морозильнике, потом размораживаем, и она уже вкуснее, она уже полезнее, она качественнее. А технология какая-то определенная есть? Может быть, до какого-то определенного уровня нужно ее заморозить? Или нет? Потому что, допустим, когда замораживаешь, осадок никогда не видел? Есть в воде осадок внизу. Вот что с ним делать? Ну, в том-то и дело, что нужно замораживать воду до определенного, где-то две трети, допустим, ставить пластмассовую чашечку в морозильник, наливать ее неполной, потому что она расширяется при замораживании. И когда две трети воды замораживается, ее нужно вытаскивать. И как раз вот это то, что не замораживается, это все смеси, примеси, там, хлор, это надо сливать. Да. И вот этот лед, который остался, можно его разбить на мелкие кусочки, положить, и он будет потихоньку таять. И это и будет талая вода. А вот сколько такой талой воды нужно выпивать, чтобы все было хорошо? Вообще существует такая физиологическая норма для ежедневного применения. Вообще 3% от веса тела. Так, Степа, давай посчитаем. Да, у вас в среднем 85 килограмм мой вес. Сколько мне надо воды? 1% это 85. Да мало тебе надо воды, как птички. Вот. Поэтому полтора литра это как минимум, значит, нужно выпивать в день воды. А так вот 3% от веса. Ну, я смотрю, вы пришли не с пустыми руками. Да, вот расскажите, что у вас? Это стаканы, мы видим. Это стакан, баночка. Я так понимаю, талая вода. Да, это не талая вода, это, в принципе, вода из-под фильтра. Вот. Дело в том, что существуют и аналоги замороженной воды. И я хочу вам рассказать тоже один способ улучшения качества воды. Так. Это чудо-порошок какой-то? Это природный океанический коралл. Его разрабатывают, измельчают и затем как бы впускают в производство. Когда мы бросаем такой пакетик воды, вода меняет структуру, так же, как и талая вода, она становится слабощелочной, она становится отрицательно заряженной. И она насыщается семьюдестью микроэлементами, в том числе кальций, калий, магний, натрий. А вот что за прибор? Это прибор, то есть вода становится еще отрицательно заряженной. Подождите, отрицательно заряженная, нам нужно пить отрицательно заряженную воду? Нам же нужна положительная вода с положительной энергетикой. Зачем нам отрицательная энергетика? Энергетика это положительное, но у нас внутри все жидкости, мы отрицательно заряженные Поэтому и нам нужно пить отрицательно заряженную воду Нет, я положительно заряженную Я буду пить положительно заряженную воду Все, кто смотрит программу «Наше утро», они положительные люди Да, у нас, к сожалению, очень мало времени, нам уже подсказывают Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли Да, все будем пить налую воду Будем позитивными, энергетически емкими И будем всегда на позитиве, как все те, кто смотрит программу «Наше утро» Да, но у нас в гостях была консультант по здоровому образу жизни Людмила Никитина А прямо сейчас? Прямо сейчас мы узнаем, чем дата 15 января засветилась в историю, в хорошем смысле этого слова, рубрика «День в истории»